МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодно, начиная с 2005 года, 4 февраля во всем мире, отмечается Всемирный день борьбы против рака под эгидой Международного союза против рака. Цель проведения этого дня – акцентирование внимания общественности на этой глобальной проблеме. Повышение осведомленности населения раки как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации. Привлечение внимания к предотвращению, раннему выявлению и лечению этого заболевания. Напоминание о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические болезни, ведь рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире. Рак – это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Он развивается из одной единственной клетки. Эти изменения происходят в результате взаимодействия между генетическими факторами человека, неблагоприятной окружающей средой и поведенческими факторами риска. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ, способных проникать в близлежащие ткани организма и распространяться в другие органы. Это описание процесса. Причины появления этой страшной болезни до сих пор неизвестны. Весь ученый свет сегодня ломает голову над этим вопросом. К сожалению, причины злокачественных опытов до сих пор неизвестны, поэтому и таких больших серьезных успехов мы не имеем в лечении злокачественных заболеваний, потому что мы не знаем причину возникновения, к сожалению. Специалисты не отрицают также и наследственный фактор заболеваемости. Какие-то наследственные факторы имеют значение. Не при всех опухолях, а при отдельных локализациях. Это да, может быть. Замечено точно, что есть так называемый семейный рак молочной железы. У женщин, когда болеют бабушка, тетя, мама, сестра, и вот если в семье есть такие случаи заболевания по женской линии, то можно исследовать специально. Есть такие Берси-1, Берси-2, такие гены, которые, если определяют их у женщины, то вероятность заболеваний выше 70%. Рак и молочной железы. Вот именно эти женщины должны быть в строгу на учете, и при малейших сомнениях в злокачественных опухолях где-то молочной железы надо делать радикальные операции. Основными факторами риска развития онкологических заболеваний являются употребление алкоголя, курение, нездоровое питание, хронический стресс, низкая физическая активность, хронические инфекции, вызываемые в том числе вирусами гепатита В и С. Согласно статистическим данным, ситуация с онкозаболеваниями, к сожалению, с года в год остается неутешительной. Заболеваемость остается у нас достаточно высокой. В Рязанской области она занимает где-то серединный. Мы в Центральном федеральном округе, в середине чуть пониже, чем в Среднем по Центральному округу, но достаточно высокая. Заболеваемость у нас. Где-то 20-21 на 100 тысяч заболеваемых. Смертность в этом году чуть пониже стала заболеваемость локачественных, где-то чуть побольше 7%, чем в предыдущий 2013 год. Но это связано с несколькими причинами. И лучшей диагностики ранних стадий, и, может быть, лечение более стало квалифицированным. В настоящее время в рамках программы государственной гарантии оказания гражданам бесплатной медицинской помощи по всей Российской Федерации проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения, основной целью которой является осуществление комплекса мероприятий, направленных на формирование, сохранение и укрепление здоровья населения, предупреждение развития и снижение заболеваний, предотвращение преждевременной смертности в трудоспособном возрасте, увеличение активного долголетия. Одной из главных целей диспансеризации является профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний. Эти меры дают возможность раннего начала лечения. Посещаемость поликлиники в онкодиспансере выросла в разы. Поэтому мы страдаем от того, что у нас помещение недостаточно, там очереди бывают. Поэтому желающих, как сказать, посетить онколога по первичному заболеванию или по диспансеризации, по профилактике, растет. Количество больных растет. В основном злокачественные опухоли – это болезнь людей среднего и пожилого возраста. Но в последние годы есть тенденция небольшого к помолодению, так называемый рак. Поэтому если раньше молодые были казуистикой, то теперь это и в 20, и в 30 лет достаточно часто появляются пациенты с различными видами злокачественных опухолей. Существует более ста видов рака. Болезнь может развиваться в любой части тела. В 2004 году от этого страшного заболевания умерло 7,5 миллионов человек, что составляет 13% всех случаев смерти в мире. Более 70% всех случаев смерти от рака происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. Во всем мире наибольшее число мужчин умирает от следующих пяти видов онкозаболеваний – рака легких, желудка, печени, ободочной прямой кишки и пищевода. Наибольшее число женщин умирает от рака груди, легких, желудка, прямой ободочной кишки и шейки матки. Ну тут в структуре заболеваний у мужчин и женщин некая разница есть. У женщин на первом месте уже в течение многих лет вышло рак молочной железы, на втором месте опухоли кожи, потом женские половые органы, желудок, кишечник и так далее. У мужчин за последнее время тенденция к росту очень большая у злокачественных опухолей мужской половой сферы. Это опухоли предстоятельной железы, мочевого пузыря. На втором месте это болезни органов дыхания легких, на третьем месте кожа, потом идет желудок и так далее, кишечник. Употребление табака является единственной важнейшей причиной развития рака в мире, которую можно предотвратить. При раннем выявлении и надлежащем лечении третья часть раковых заболеваний излечима. Более 30% онкозаболеваний можно предотвратить главным образом благодаря воздержанию от употребления табака, здоровому питанию, физической активности и профилактике инфекций, которые могут приводить к раку. Это доказано, что действительно курение влияет на развитие рака легкого. Но прямой тенденции нет. Болеют, к сожалению, и не курящие, поэтому это не основная причина, которую приводят. Она просто способствует, наверное, развитию рака, потому что она наслаивается на другие какие-то неблагоприятные факторы. По мнению специалистов, Росчисла онкологических больных в России связан с увеличением продолжительности жизни и более качественной диагностики этого заболевания. Вот такой парадокс. В России ежегодно заболевают раком 500 тысяч человек, а около 300 тысяч умирают. Кадровое обеспечение оставляет желать лучшего. Это не редкость, когда врачи в онкологических центрах не являются онкологами-профессионалами. Динамика немножечко сейчас изменилась. Сейчас в связи с появлением новых методов диагностики, таких как мамморов, фиброгастроскопия, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография, есть тенденция к раннему выявлению больше опухоли. Поэтому мы сейчас имеем запущенность, может быть, на предыдущем уровне осталась, но зато есть тенденция к более раннему выявлению злокачественных опухолей. Это хороший показатель. Заболеваемость раком во всем мире с каждым годом увеличивается. Прогнозы неутешительны. По данным Всемирной организации здравоохранения, больных раком станет больше на 70% в течение следующих 20 лет. Это страшная болезнь, которая не щадит никого, ни детей, ни взрослых. Берегите себя, следите за своим здоровьем. Хочу сказать, что здоровье у каждого в руках. Поэтому не забывайте, что сейчас программа диспансеризации опять начинает развиваться. Это положительный момент в нашем здравоохранении. Не относитесь формально к проведению диспансерных обследований ваших. Поэтому чем раньше выглядит у вас заболевание или какое-то другое, тем лучше оно лечится. Поэтому будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова